8 ноября в нашей стране отметили Международный день КВН. В Славянском районе вот уже который год подряд этот праздник отмечают открытием сезона игр. В этом году бороться за победу будут 9 команд. Победители школьной и студенческой лиги определяются весной следующего года. О том, как прошла первая игра сезона, смотрите в следующем материале выпуска. КВН из простой игры сегодня превратился в настоящее молодежное движение, объединившее под своим крылом тысячи творческих и креативных ребят. Он стал площадкой для их самореализации и развития. КВН, как и спорт, в крае должен стать массовым. Это объединяющий фактор для нашей молодежи. Еще одна возможность активной занятости детей. Альтернатива улице и интернету, считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Поддержка такого массового популярного молодежного движения, как Клуб веселых и находчивых на территории нашего края, губернатором нашего края Вениамин Ивановичем Кондратьевым, и, собственно, всей командой, Министерством образования, науки и молодежной политики. Конечно же, это очень здорово. Ребята это чувствуют. Существуют лиги, существуют различные фестивали, мастер-классы, в которых они принимают участие. Не только КВНщики, но и организаторы этого движения, организаторы на местах. Мы не исключение. У нас есть своя гордость и свои КВНовские традиции. Да, конечно, сегодня КВН не тот, сегодня КВН меняется, но массовость его все-таки сохраняется. И в школах есть команды КВН, которые сегодня, кстати, принимают участие, и студенческие команды КВН. Мы стараемся это дело развивать, стараемся поддерживать. И на территории нашего района КВН всецело поддерживается, как одно из популярных массовых видов молодежного увлечения, молодежного движения. Досуга, занятости, интересного времяпрепровождения. В нашем районе свои команды КВН есть во многих школах и во всех профессиональных и высших учебных заведениях. Благодаря вот таким открытым фестивалям молодежной лиги КВН ребята получают возможность выйти на большую сцену, попробовать свои силы и приобрести определенные опыты, знания, чтобы в дальнейшем совершенствовать выступления своей команды. Наши фестивали учебные, мы проводим мастер-классы. Не просто так ребята играют. После каждого, после каждой игры мы проводим разбор игры, показываем какие-то, обрабатываем ошибки, работу над какими-то моментами, шероховатостями. Естественно, на стадии подготовки редакторы работают с командами, подсказывают, как писать, как сочинять, как репетировать, как вести себя на сцене. То есть не просто игра, а целый, скажем так, образовательный творческий процесс. В первой игре сезона сыграли 9 команд. Для кого-то это был первый выход на сцену. Команда из 4 лицея – дебютант игры. Но несмотря на отсутствие опыта, ребята уверенно держались и шутили. Я все равно расскажу этот стишок. Ну ладно, ладно, рассказывай все стишок, и так у нас ничего не выйдет. Добрый дядюшка Армен, очень любит КВН. Добрый дядюшка Олег, вы веселый человек. Вы нас правильно поймите. Сильно строго не судите. Долго ночью мы не спали. Все сценарий составляли. Не займем мы с первых мест. Мы старались. Вот вам крест. Пусть и шутки не окей. С уважением к вам, лицей! Не менее искрометным и ярким было выступление и ребят из 17-й школы. А сейчас случай на корпоративе в Славянском городском суде. Первый конкурс. Внимательно слушаем песни. Ваш ответ? Нарушение закона 1539. И это верно! Аплодисменты! Следующая песня слушаем внимательно. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Да? Кража государственного имущества группа ЛИИС по сковору? И это верно! Это уже третий сезон игр, в которых участвуют ребята. Приобретенный опыт помог им хорошо выступить. Хотя на подготовку было потрачено всего около двух недель. Волнения нет. Я уверен за команду, потому что участвуем уже не первый раз. Как-то спокойно к этому относимся. Всей командой в классе собирались, думали. Конечно, все в опыхах, потому что как-то начали поздно готовиться. И буквально за неделю уже в таком интенсивном темпе стали готовиться. Шутили юные КВНщики на самые разные темы. Конечно, большинство шуток касалось школьной и студенческой жизни. Для того, чтобы рассмешить зал и жюри, ребята перевоплощались как могли. Шелла, что-то неспокойно на Бенки-стрит. Люди уходят. Элементарно, Ватсон. Им просто надоело наше выступление. Здравствуйте, мистер Холмс. У меня к вам дело. В последнее время мне кажется, что за миссис сидят. Не слава больше, миссис Харрингтон. Мы разберемся с этим быстрее, чем вы скажете гидрохлорид. Гидрохлорид? Смотрите, это же профессор Мариарти. Миссис Хадсон, хватайте его. Ой, нет, у меня что-то спина болит. Может быть, я лучше заварю всем чай? А может быть, лучше помиримся? С вами была команда «Полярный экспресс». Спасибо всем тем, кто не ушел. По итогам игры были определены победители. Среди школьников лучше всех выступила команда 17-я школа «Адекватные люди». Среди студентов – команда славянского филиала КубГУ. Первое место занимает сегодня команда «Рыцарей Абсурдова». Сталак. Типово, типово. Первая игра сезона завершилась. Впереди у ребят еще несколько игр, по итогам которых весной будут определены победители школьной и студенческой лиги КВН. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова